Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. Сегодня у меня мой любимый книжный обзор. Очень хочу вам показать новиночки от издательского дома «Миф». Также на канале «Библия конкурс». Поэтому все смотрите видео до конца и принимайте активное участие в розыгрыше. Начну вот с этой вот книги. Пополнилась моя коллекция «Энциклопедия с чегостиком». В этот раз я заказала книгу «Древний Египет». Очень интересно. Мы с ребенком прочитали с большим удовольствием. Лично я для себя почерпнула много нового, много полезного из этой небольшой книжки. Значит, «Энциклопедии с чегостиком» они всегда небольшие, всегда на отдельную тему, и они всегда как интересная история. Начинается книга всегда с того, что книжный человечек, его зовут Чегостик, вместе с дядей Кузей с помощью «Время сколько» отправляются в путешествие. Значит, в этот раз они едут в «Древний Египет» и там все досконально изучают. То есть они изучают Нил, они изучают пирамиды, изучают древних египтян. Из этой книги мы с сыном узнали, что древние египтяне обязательно красили глаза. Делали они это не просто так, причем краску на глаза наносили не только женщины, но и мужчины, и даже дети. У краски был специальный состав, и она защищала глаза от пыли, от грязи, от раздражения, от покраснения и от слез. Также очень интересно в этой книге рассказано, конечно же, «Как древние египтяне строили пирамиды». На самом деле это был продуманный труд, то есть было здесь рассказано, как они передвигали камни, с помощью каких лодок. Также есть здесь древнеегипетские иероглифы, небольшие их обозначения. В общем, книга очень интересная, очень увлекательная, в принципе, как и вся серия энциклопедий с челостиком. Мы с ребенком заказываем книгу, читаем ее, обсуждаем. Нам очень-очень нравится эта серия. Поэтому, друзья, если вы собираете такие легкие, интересные энциклопедии для ребенка, присмотритесь вот к этой серии от издательства «Миф». Уверена, что не разочаруетесь, уверена, что понравится. Книги яркие, книги интересные и действительно познавательные. Следующие две книги – это тоже новинки от издательства «Миф». Я их взяла в подарок для девочки. Это книга-комикс. Называется она «Эмей и Марго. Время шалости». Очень веселая, интересная книга. Я вам уже говорила, что комиксы обязательно нужно читать детям и обязательно нужно, чтобы дети сами читали комиксы. Значит, смотрите, в книге много картинок. Вообще классный комикс в издательстве «Миф». Книга, мне кажется, прям совсем для девочек. Здесь про принцессу, про принца, про монстров. Очень веселая, забавная история. Мне кажется, отличная книга и для домашнего чтения, и в качестве подарка. Вторая книга называется «Лучшая в мире Эстер». Это история двух подруг. В класс к Сигне приходит новенькая девочка, зовут ее Эстер. Эстер – полная противоположность Сигне. У Эстер мамы работает актрисой, поэтому девочка абсолютно свободна. Большую часть времени предоставлена сама себе, любит пошалеть. У нее в жизни очень много приключений. А Сигна такая домашняя, ее встречают, провожают, но тем не менее между девочками завязывается дружба, и очень интересно, увлекательно в этой книге все рассказывается. Почему же Сигна и Эстер стали лучшими подругами? На удивление всему классу. Значит, в книге «Черно-белые рисунки» сначала, когда я начала листать эту книгу, мне показалось, что книга будет немного скучноватой. Но когда начала читать, книга веселая, интересная, озорная, у девчонок много приключений, поэтому не пожалела, что выбрала эту книгу. Выбрала я ее, как вам уже сказала, в подарок. И последнее, что я выбрала для себя, это тетрадь «Кумон» новиночка, называется она «Меры массы на возраст 6-7-8 лет». Значит, эта тетрадь знакомит с понятиями единицы измерения, масса, ребенок научится измерять массу предметов в килограммах в граммах и закрепить навык работы с числами. Например, задание. Нужно будет сказать, на какой части весов кубиков меньше, то есть какая часть весов легче и сколько нужно добавить кубиков, чтобы весы уравнялись. На килограммы тоже есть задание. Поэтому мне очень понравилась тетрадь. С удовольствием с ребенком позанимаемся. Я вам уже не однажды рекомендовала тетради «Кумон». Они есть и на рисование, и на выстригание, и на лабиринты. И теперь появилась вот такая вот интересная новиночка. В конкурсе я хочу разыграть одну книгу. Я вам предоставлю выбор. То есть из двух этих книг выберите одну, какая вам больше понравилась. Значит, первая книга называется «Море и море фактов о нем». Автор Михаил Нагайлик. Значит, книга очень красочная. Это энциклопедия. То есть все факты о море, о воде, о жителях моря. Вот такие вот красивые картинки, странички здесь лощеные. Я полистала книгу. Книга очень интересная, познавательная. Я думаю, что она больше подойдет для школьников. То есть как устроен теплоход. В общем, очень-очень много интересных фактов о море. И вторая книга, она вот такая вот большая. Называется она «Драконы. Удивительные создания со всего света». Друзья, я полистала эту книгу. Книга чудесная. Значит, здесь и то, что было, и то, что не было. В общем, все-все о драконах. Где они появлялись, кто с ними встречался. Значит, что значит драконы для различных народов. Что они значат сейчас. Что они значили раньше. Вот такие вот красивые картинки. Песчаные драконы Сахары. Давайте дальше прочитаю. Драконы за стеной водопада. Пески драконьего времени. Драконы Азии. Вот такая вот замечательная книга. Поэтому, друзья, если понравилась книга о море, пишите издательство «Миф. Море». Если понравилась книга о драконах, пишите издательство «Миф. Драконы». Я книгу направлю в любую точку мира. Ограничений по территории у меня нет. Принимайте, пожалуйста, активное участие в розыгрыше. На этом, друзья, у меня сегодня все. Больше информации я оставлю в инфобоксе. Оставлю ссылочку на издательство «Миф». Если книги интересны, если они вас заинтересовали, проходите, знакомьтесь. На этом у меня сегодня все. Всем вам большое спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok